Привет, народ! Посмотрел прошлое видео, увидел обилие шумов, понял, что нужно срочно применять какую-то подсветку для видеосъёмок. Денег нет, конечно же, но в закромах родины завалялся вот такой фонарик. Фонарик называется КМ-7613 и много иероглифов. Фонарик предназначен для аварийного освещения, но чаще всего его, наверное, можно встретить на разных лавках уличных, торговых, где он используется как повседневное освещение. Внутри у него аккумулятор свинцовый, насколько я понимаю, заряжается от 220 вольт. Здесь 48 светодиодов, два режима, чуть-чуть поярче, чуть-чуть послабее и выключены. Подвески на шурупчике, есть подставка, можно ставить вот на это место вниз. Есть такая выдвижная штука и такой крючок. Казалось бы, при чем тут видеосъемка? Но дело в том, что для видеосъемки применяются почти аналогичные светильники с таким же количеством светодиодов, только на других аккумуляторах или на батарейках и другой формы и в черном корпусе. А так как у меня нет другого в черном, я хочу использовать вот это в белом. А, кстати, про этот фонарик, если вдруг вам такой попадется и будете использовать, меня сразу же предупредил братан Андрей, который подарил мне эту штуковину. Спасибо ему большое. Сразу же предупредил, что в 220 заряжать можно только в режиме выключено. Если во время зарядки будет включенный режим, какой-нибудь слабый, сильный, то выгорают светодиоды. Такая вот недоработка в конструкции. Я не пробовал, может выгорает, может не выгорает, но, скорее всего, выгорает. Это как-то очень характерно для китайского производителя. Хотя, конечно, они молодцы. Вот. А что я хочу сделать с этой штуки? Я хочу ее использовать как внешний осветитель для видеосъемок. И в прошлый раз в просетке я снимал смартфоном. Для смартфона что-нибудь отдельное. А сейчас хочу перейти на тяжелую артиллерию, а именно на вот такой вот аппарат. Все в нем хорошо и снимает прилично. И вопрос, который получается в результате желания снимать на этот фотоаппарат вот с этим светильником, как их вместе скрутить, чтобы не держать по отдельности. Некоторое время я вертел в руках вот такую штуку. Думал, как же с помощью нее прикрутить. В принципе, можно прикрутить сюда фотоаппарат, а на вторую половинку вот сюда прикрутить осветитель. Ну, вот здесь, конечно же, не очень сильная пластмасса. И если просто сюда закрутить, ну, что-то сомнительной, сомнительная будет крепкость этого соединения. И в конце концов, я вспомнил, что у меня где-то есть, и в конце концов, нашел два вот таких кронштейна от Гордины. Два не надо, мне один достаточно. И если его прикрутить к фотоаппарату вот таким образом, то на эту часть можно запросто присобачить освещение. Железяка алюминиевая. Железяка алюминиевая. Достаточно толстая, поэтому все должно держаться. Прикручивать шурупами я пока не буду или каким-то жестким креплением. Я сделаю по-быстрому на скотче. Мне понтоваться ни перед кем не надо. Не свадьбы снимаю, когда нужно оправдывать запрошенные деньги. Поэтому скотч меня вполне устроит. По крайней мере на первое время. Потом сделаю покрасивее. Так, как прикрутить к фотоаппарату? Вот эта штука от внешнего микрофона. Покупал я когда-то комплект внешний микрофон и gps приемник для этого для этой зеркалки. В комплекте была вот такая железячка с двумя винтами. Практически не используется железячка, поэтому я во временное пользование один винтик возьму и прикручу его вот сюда. Не хватает. До упора закручивается, а это еще болтается. Ну, в общем-то, это и хорошо, потому что здесь нужно какую-то мягкую прокладку добавить. И, в общем-то, здесь шайба тоже не помешает. Так, так, так. Ага. Ну, ладно. Скотч. Скотч обычный. Скотч обычный. С этой стороны. Да, все дополнительные текстовые материалы, например, название этого фонаря или ссылка на ту железячку, которая от микрофона, будут в описании. После окончания просмотра вы можете развернуть описание и посмотреть подробности. У этого фонаря синеватый оттенок. Не знаю пока, что я буду с ним делать. С одной стороны, можно зеркалку настроить вручную на баланс белого. С другой стороны, на таких фонарях или подобных фонарях для съемки фотоаппаратом или видеокамерой я уже как-то применял светофильтры. Светофильтры звучат серьезно. И, казалось бы, где покупать светофильтры для этого фонаря или для объектива? Для фонаря или для объектива не надо покупать светофильтры, потому что они легко делаются из прозрачного скотча или из любой прозрачной пленки. На все светодиоды или на частях наклеивается какая-нибудь, даже красная полосочка на несколько светодиодов меняет общий оттенок цвета и его можно получить практически какой угодно. Если добавить там желтенький, широкий, в общем, поиграть. А есть разные декоративные пленки для хендмейда, для всяких поделок детских. Тоже замечательно сюда приклеится и все будет работать. Так, эту штуку я прикрутил. Чуть-чуть шатается. Надо было сначала вот сюда двойной скотч приделать. Так, ё-ху-ху, у меня есть двойной скотч. Не падай. Парочка кусочков будет самотон. Если с такой выйти на улицу, наверное, будет все это выглядеть экзотично. И будет разрушать одно из направлений фотографий. Это фотография ради понтов или видеография. Когда выходишь с большим красивым фотоаппаратом. А коллеги смотрят и тащатся. Или завидуют. По-разному бывает. Ну, мне понтоваться не надо. Мне надо дело делать. А когда дело делать надо, надо его взять в руки и сделать. Халявно, конечно, все это приматываю. Но это первая версия. Первая версия. И уже почти ничего не шатается. Внутри что-то болтается. А эта штука, ну, все отлично. Так, фотоаппарат. К фотоаппарату как прикрутить? Во-первых, нужно какую-то смягчающую накладку вот на эту часть. Я сделаю пару слоев вот этого скотча. Раз уж у нас скотчевая поделка. А вот и до Start. Прод 얀ся. А вот и доста. Тык-тык, мягенько. Надеюсь, сейчас наведётся. Так, здесь не хватало по высоте шайбы. Всё равно не затягивает. Не затягивает. Ладно, я пойду поищу шайбу. Итак, шайбы найдены. Одна побольше, другая поменьше. Сюда нормально ляжет. И получается вполне достойный зажим. Супер. Так, ну это второй кронштейн. А у нас есть уже прикрученный. Берём прикрученный к фонарю. И то же самое. Так. Вот такая система получилась. Трясу за одну сторону. Трясу за другую сторону. Всё крепко держится. Сейчас ещё сниму общий вид и пробное видео с этого фотоаппарата с такой вот подсветкой. И так, получился вот такой вот агрегат. За счёт того, что в этом винтике была возможность присоединения снизу ещё чего-нибудь на стандартный винтик. То всё это удачно ставится на штатив. В принципе, если в чёрный цвет покрасить, то даже получится какая-то крутотень. Фотографическая. Ну и вот это всё закамуфлировать. Так, дальше пример видео. Ага, вот так. Значит, снимал я всё вот на этот фотоаппаратик видео про подсветку для фотоаппарата для фото-видеосъёмок. Сейчас снимаю с зеркалкой с светодиодным этим фонарём на 48 светодиодов. Вот так получается. По экрану мониторчика есть чуть-чуть синевый. Но я думаю, я решу этот вопрос. Так, зелёное, синее что-нибудь. Вот такая цветопередача. Просто красный колпачок, это флуоресцентный, красно-оранжевый, это тёмно-зелёный, это голубой даже. По-моему, всё так отображается. Вот так получается. На этом всё. Пока-пока. Кому понравилось, ставьте лайк. Заходите на сайт HandyMada.ru Подписывайтесь. Рассказывайте друзьям. Если друзья не пойдут, заставляйте их, чтобы они смотрели и тоже подписывались. Пока-пока.